МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Черных в этом выпуске. В областном правительстве кадровые перестановки. Должностей лишились сразу 6 чиновников. Из-за ссоры с сестрой поджег квартиру и спалил весь дом. Омские полицейские раскрыли причины ЧП на седьмой линии. Досрочная и долгожданная. Александр Шлеменко! Александр Шлеменко одержал безоговорочную победу на турнире РСС-5 в Екатеринбурге. Вернут в эпоху Достоевского. Вдруг удастся найти какую-то вещь, прямо связанную с пребыванием, например, в Омске великого писателя. В Омске ищут старинные письма и газеты 19-го века. Мировые премьеры на омской сцене. Чем на фестивале «Белая симфония» удивляли омичей известные музыканты-виртуозы. По плану Летова поет Шнуров. Лидер группы «Ленинград» посвятил песню Омску и Егору Летову. И жаркая схватка на льду. Авангард сразится с финским йокеретом. Каковы шансы ястребов? Кадровые изменения в составе правительства Омской области. Распоряжением губернатора Александра Буркова сегодня от своих должностей освобождены Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков, Татьяна Вежевитова, Андрей Староженко и Борис Смольников. На должность заместителя и председателя правительства с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов и Антон Заев. Кроме того, должность заместителя председателя правительства по внутренней политике займет Михаил Каракос. Дмитрий Вьюшков назначен министром здравоохранения Омской области, а Евгений Козлов — исполняющим обязанности министра имущественных отношений. Вновь назначенные члены правительства приступят к своим обязанностям с завтрашнего дня. Также до 31 марта 2019 года проведут изменения в структуре правительства. Подробнее об этом расскажет сам глава региона. Пресс-конференция губернатора Александра Буркова состоится в ближайшие дни. Спалил квартиру из-за семейного скандала. Стала известна точная причина ночного пожара в доме номер 186 на седьмой линии. Полицейские установили, возгорание произошло не случайно. Поджог квартиры спланировал 28-летний Амич. Напомню, ЧП произошло около пяти утра. Бушующее пламя спасатели тушили три часа. Из дома эвакуировали 60 жильцов. К слову, пострадал только сам злоумышленник. Он получил ожоги рук и лица. Потребовалась помощь врачей. В больнице парни обнаружили правоохранителей и допросили. Я встала, стираль не нашла. Почему подожгли? Потому что мне начали говорить, что это не моя квартира, что ее не никто. А что подожгли в квартире? Все поджигали. Все имущество, все, что было? Да, абсолютно все. А чем поджигали? Бензином. Как выяснилось, 28-летний преступник жил вместе с сестрой. Ей и принадлежала квартира. После очередного скандала брат решил отомстить. Родственнице купил бензин, облил всю мебель, поджег квартиру и убежал. Говорит, даже не жалеет, что пострадал. Давно хотел, чтобы сестра осталась без крова. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации умышленное повреждение чужого имущества. Санкции статьи предусмотрены наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время по данному факту продолжаются дальнейшие следственные мероприятия. Своевременно эвакуировать жильцов помогали не только пожарные, но и полицейские. Сегодня со словами благодарности в адрес силовиков обратилась Ольга Томашевская. Хозяйка одной из квартир дома, где произошло ЧП. Амичка выразила признательность сотрудникам патрульно-постовой службы, которые одними из первых прибыли на экстренный вызов. Они вынесли из дома их маленького сына. Пока родители собирали необходимые вещи, старший сержант Игорь Голубцов спустился с мальчиком по лестнице, прикрыв его лицо от дыма перчаткой. Благодаря действиям полицейских никто из жильцов не пострадал. Света уже не было. Мы в срочном порядке одели ребенка. Сотрудник полиции взял его на руки. И никакого не было ни волнения, ничего, чтобы ребенок не испугался. Выбежал на улицу. А мы уже собрали документы. Выбежали тоже. Закрыли дверь. И вот так благополучно нам помогли сотрудники полиции. Огромное им спасибо. Ребенок не напугался. В Омске появились две площадки для сортировки мусора. Одна в Кировском, другая в Ленинском округе. Сюда будут привозить отходы как из города, так и из районов области. А уже на следующей неделе в регионе должен пройти плановый пуск мусоросортировочного завода. Отходы здесь будут сортировать по 12 фракциям. И те, что пригодны для вторичного использования, отправлять на переработку. Это уменьшит количество захороненного мусора и снизит урон, который он наносит окружающей среде. Полноценную работу мусоросортировочный комплекс должен начать с 10 января. А после его запуска в регионе начнут строить завод по переработке отходов. Планируется, что это позволит Омской области полностью уйти от захоронения мусора и в течение двух лет избавиться от свалок. С громкой победой вернулся известный омский боец Александр Шлеменко в Омск. Он удачно дебютировал на турнире RCC 5 в Екатеринбурге. По ходу поединка шторм заставил понервничать болельщиков, но тем не менее подарил им колоссальные эмоции и завершил бой досрочно. С трибун за противостоянием России и Германии Александра Шлеменко и Йонаса Бильштайна наблюдала Ольга Колесник. Ее репортаж из Ледового дворца «Уралец». Спортивное сердце Омска в этот вечер бьется здесь, в Екатеринбурге, в Ледовой арене «Уралец». Сегодня в главном бою вечера здесь выступает амич Александр Шлеменко. Все в ожидании этого события. Ну и, конечно, Александра приехала поддержать очень большая армия болельщиков. Ребята, ну что, давайте проимпетируем. Давайте. Раз, два, три. Шоу! Выходит Александр под песню «Angels» группы «Within Temptation» симфорок металл «Все как надо». А вот и нет. На этот раз Александр Шлеменко поменял песню на выход, но обычно он выходил как раз под то, что я озвучил. Мир полон сюрпризов. И это был первый сюрприз от Шлеменко. Как и обещал, после последнего боя в Белатар Шторм сделал перезагрузку. Песню на выход сменил, прежняя перестала мотивировать. Цель сегодня – прервать серию неудачи с трех поражений. Ну а соперника мяча немец Йонас Бильштайн напротив на подъеме. К этому бою шел на серии из пяти побед. Силой уверенности Шторму добавляет внушительный десант. Поддержать Сашу пришел Хабиб Нурмагомедов. Из Омска приехали родные и друзья, поклонники его таланта. Болеем за Александра Шлеменко. Что пожелаете? Только победы. И ничего кроме победы. Победа, только победа. Ребят, что пожелаете Саше Шлеменко? Красивой победы. 68 боев. 56 побед, 12 поражений. Команда «Новый поток». Александр Шлеменко. Звучит гонг и первый отрезок пятираундовой встречи начинается. 30 секунд спортсмены ведут разведку. После Бильштайн делает подсечку и Шлеменко оказывается в невыгодном положении. Оставшиеся 4,5 минуты Шторм обороняется. Его болельщики нервно отсчитывают секунды до окончания раунда. Сау-шам! Сау-шам! Йонас всеми силами стремится закончить бой досрочно. Но у Шторма на этот счет другое мнение. Сдаваться он и не думал. Ждем второй раунд. И продлился он недолго. Шлеменко раскусил планы Бильштайна. Соперник бы так и провел встречу в попытке забороть его. Ну а Шторм хотел драться в стойке. Его удары выдерживают немногие. Пошатнулся от них и Йонас. Колено от Шлеменко. Хорошо, Александр, начиная второй раунд. Спокойно, Саша. Спокойно, на тренировке. Хороший бэкфист, но опять в догонку. Опять не нужно. Вот. И видишь, сразу же, да. Накрыл, накрыл Бильштайна Шлеменко. О! Я чувствую этот накал стратегии. Вот сейчас хорошо! Вот. Пытается его же оружием побить немца. Пока Александр действует без ошибок. Душит. Есть шансы. Гильотина. Вышел на гильотину. Вот сейчас уже Бильштайн, они просто и захват очень плотные. Все. 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 Он работал. Он работал. Я был к этому готов. Ну что он там делал? Он тратил очень много сил. На самом деле я занял правильную позицию. Держал его на спине. Это было главное. Чтобы не дать ему перевернуться. Я знал, что он отработает. Ему будет тяжело. Второй раунд будет мой. Так и получилось. Досрочная победа за Шлеменко. Ну а как ему это удается, говорят, весь секрет в его сибирском характере. В первую очередь он боец. Он боец в прямом смысле. По характеру, по жизненным устоям, по спортивному подходу. И в этом, наверное, его сила. За это его сегодня и любят. И я всегда говорю, не грешно упасть. Грешно не подниматься. А Саша, невзирая на любые там неудачи, он всегда идет вперед. И важно же другое. Саша не просто он идет сам вперед. Он ведет молодежь за собой. Он сегодня, пропагандируя здоровый образ жизни, действительно делает Омск с городом спортивным. Со здоровым образом жизни. Это важно. Саша человек команды в первую очередь. Этот год Шлеменко заканчивает на мажорной ноте. Впереди небольшой отпуск, встреча Нового года в семейном кругу. Ну и, конечно же, новогоднее желание. А вот каким оно будет у звезды ММА такого уровня, догадаться несложно. Ольга Колесник, 12 канал. Проехать через Омск по Калачинскому мосту мечи не смогут еще как минимум год. Несмотря на то, что объект признали аварийным, его нет в списке на проведение ремонтных работ в 2019 году. А так как одна из запор может обрушиться, дорожникам пришлось ограничить движение. Впрочем, пока мост закрыт только для большегрузов. Передвигаться на легковых авто здесь можно, но со скоростью не больше 30 км в час. Тяжелый транспорт сможет объехать проблемный участок по автодорогам Калачинская-Архангелка и Стародубка-Воскресенка. Напомню, движение на Калачинском мосту ограничили прошлой зимой, когда в январе опору номер 7 признали аварийной. Выпускники смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку. Об этом заявили в Министерстве просвещения России. Перечень экзаменов, которые 11-классники смогут выбрать для итоговой аттестации, расширится со следующего года. Новые порядки проведения госэкзамена уже утверждены. Изменения коснутся не только иностранных языков, но и обязательных предметов. Так, с 2019 года выпускникам придется выбирать между базовой и профильной математикой. Напомню, раньше один ученик мог сдать оба экзамена. Кроме того, ЕГЭ по информатике теперь будет проходить полностью в электронном формате. Новообведения ждут и девятиклассников. Чтобы получить допуск к аттестации, им необходимо будет пройти собеседование по русскому языку. В музее имени Достоевского откроется новая экспозиция, поучаствовать в создании которой могут омичи. В нашем городе началась подготовка к празднованию 200-летия со дня рождения великого писателя. Горожан просят приносить предметы эпохи Достоевского. Письма, старинные издания и газеты. В частности, в Омске в середине 19 века выписывали журналы «Отечественные записки» и «Русский вестник». Вполне вероятно, что они могли сохраниться в семейных архивах. По словам специалистов, ценными могут оказаться даже воспоминания жителей того времени. Разумеется, хотелось бы надеяться на какое-то чудо, что вдруг удастся найти какую-то вещь, прямо связанную с перебыванием, например, в Омске великого писателя. В Омске было же много очень людей, которые знали о пребывании писателя в нашем городе. Они могли служить в охране крепости или охранять арестантов. Они могли лечить больных в военном госпитале и могли оставить воспоминания. Подобные документы могут раскрыть новые подробности пребывания писателя в нашем городе. Приносить предметы старины можно в музей Достоевского. Связаться с сотрудниками можно по электронной почте и телефону. Их вы видите на ваших экранах. А также написать в группы в социальных сетях. Мэтры джазовой импровизации на Омской сцене. Сегодня в концертном зале филармонии для мечей выступят известный саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. В США коллектив уже провозгласили созвездиям виртуозов. А его руководителя Игоря Бутмана Билл Клинтон назвал самым великим джазовым саксофонистом из ныне живущих. Московский джазовый оркестр постоянно дает концерты в России, Европе, Азии и США. Играет на лучших сценических площадках планеты. Среди таких Карнеги Холл, Линкольн Центр и другие. По мнению организаторов, жизнерадостная джазовая атмосфера станет прекрасным подарком для мечей к Новому году. Две мировые премьеры на одном концерте. В Омске завершили фестиваль «Белая симфония». Оркестр под руководством Дмитрия Васильева впервые исполнил два произведения молодых композиторов. «Избави нас от пасти льва» Артура Вабеля и «Моя дорогая, любимая машинка» Дарьи Звездиной. Кроме того, на сцене солировали виртуозы-исполнители из Москвы. Заслуженные артисты России скрипач Андрей Баранов, виолончелист Борис Андрианов, а также гитарист Дмитрий Ларионов. Подробности в нашем материале. «Тоника субдоминанта доминанта» – это произведение Геи Кончели написал специально для Бориса Андрианова. Десять лет назад заслуженный артист России организовал фестиваль виолончельной музыки, на котором ежегодно звучат музыкальные премьеры. На концерте слушатели наслаждались новым сочинением грузинского композитора Борис Андрианов, залом и коллективом. Он в Омске играл впервые и выступлением остался доволен. «Это был 10-й юбилейный фестиваль сейчас. 11 ноября была мировая премьера. 19 ноября в Москве это было. 19 ноября мы играли в Убилиси это, потому что Кончели не мог приехать в Москву. И, собственно говоря, вот сейчас у нас планета всего третий раз. Первый раз я в городе, первый раз я играю с этим оркестром, с Дмитрием. Очень рад, что все сложилось». «Белую симфонию» можно было бы назвать фестивалем «Открытие». Многое, что входило в программу, исполнялось впервые. Так, на концерте «Закрытие» состоялись сразу две мировые премьеры. Оркестр сыграл произведения молодых композиторов, чьи сочинения победили на всероссийском конкурсе «Другое пространство-2018». Кроме того, омичи впервые услышали виртуозный дуэт скрипача Андрея Баранова и гитариста Дмитрия Ларионова. «Невероятные впечатления. Классика вне конкуренции, но вот последний концерт, это, конечно, тоже, я не думаю, что он уступает классической музыке, потому что и гармония, и невозможные ощущения, но и современное искусство тоже очень интересно было услышать». «Мне очень понравилась гитара, очень понравилась. Я не видел, что так вот всё это делалось, но я под впечатлением». Зимний музыкальный фестиваль «Белая симфония» в этом году включил пять абсолютно разноплановых программ. Омичи познакомились с творчеством итальянского дирижёра Фабио Мастранжелло, услышали сказки Киплинга в исполнении Григория Ситвинды и знаменитый саксофон Сергея Колесова. Две недели, что проходил фестиваль, пролетели незаметно. На память о яркой «Белой симфонии» остались пять ледовых скульптур. Они будут украшать площадь возле концертного зала до самой весны. Денис Жарков, Наталья Бельская, Дмитрий Алдогепченко, 12 канал. Деды Морозы из Казахстана, Киргизии, Украины и Польши проведут большой праздник для омичей в сквере «Дружбы народов». Сейчас там идут последние приготовления для торжества. Чистят территорию от снега, монтируют сцену. Причем она останется и после новогодних мероприятий. В течение недели установят и украсят ёлку. На народные гуляния омичей ждут 22 декабря в полдень. Откроет праздник гастрономический фестиваль национальных блюд. Затем последуют концертные номера и развлекательная программа. Чтобы людям не холодно было, все-таки мороз у нас. Предполагается ряд интерактивов. Различные зимние забавы, валенки, канаты, катание, надеюсь, на собачках. Я думаю, что вся территория сквера будет активно задействована. В репертуаре Ленинграда появилась песня про Омск Егора Летова. Новую композицию Сергей Шнуров уже представил фанатам. Он исполнил её на концерте в Олимпийском. По замыслу автора, героиня катается по нашему городу на кабриолете под песню группы «Гражданская оборона». Куплет и шнур называют это омским движем, а в припеве цитируют знаменитую строчку «Всё идёт по плану». К слову, как сказал лидер группы «Ленинград», именно эту песню он бы исполнил на слепых прослушиваниях шоу «Голос». Если бы участвовал в них, напомню, в седьмом сезоне Шнуров является одним из наставников. И вот какие материалы сейчас готовятся к эфиру. Смотрите в 19.30. Доступная среда. Даже в маршрутках в Омск прибыли новые комфортабельные «Газели». Они в первую очередь будут удобны для инвалидов и мам с маленькими детьми. Транспорт оборудован широкой входной дверью и большой площадкой для колясок. До конца года в город поступит 100 таких машин. На какие маршруты выйдут «Газели» поколения «Некст». И когда омичи смогут оценить их удобство, расскажем в итоговом выпуске «Часа новостей». Танцевали лесгинку в валенках, ходили по позиуму и обещали детям исполнить заветные мечты. А ну все по рукам. Давай деду пять. По-моему, он будет ходить. Договорились. В Омске выбрали лучшего Деда Мороза города. Какие испытания выпали на долю чародеев. И когда еще юные омичи смогут поделиться своими новогодними желаниями с зимним волшебником. На слете Дедов Морозов побывала Елена Бабкова. Омские ястребы сегодня скрестят клюшки с горячими финскими парнями. Авангард сразится с Йокеритом из Хельсинки в подмосковной Балашихе. Начало матча в 22.30 по омскому времени. Прямую трансляцию традиционно покажет 12 канал. Встреча по прогнозам обещает быть жаркой. Хельсинские Джокеры – одна из сильных команд лиги. Так в прошлом сезоне они заняли пятую строчку в турнирной таблице. Кроме того, в их составе опытные игроки. Большинство из них от 30 лет и старше. Авангард и Йокерит встречались в КХЛ уже 9 раз. И пока преимущество за Йокеритом мячей. 4 победы против 5. Однако у Джокеров при этом преимущество по забитым шайбам. 24 против 20 в этом сезоне. Команды уже встречались. 21 ноября Йокерит одолел Авангард со счетом 7-4. Так что смогут ли ястребы отыграться сегодня? Пожалуй, главная интрига этого хоккейного вечера. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Знаменитая новогодняя распродажа в ювелирных магазинах «Березка». И в завершении выпуска о погоде завтра, 18 декабря, по области и в Омске пасмурно. Местами возможен снег. В районах ночью минус 7-8, днем до 5 градусов ниже нуля. В Омске ночью до 10 мороза, днем минус 7-8 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. Итоговый выпуск «Часа новостей» смотрите в 19.30. Субтитры подогнал «Симон»